Приветствуем вас на нашем втором уроке, и он будет посвящен теме данных. Сегодня мы с вами узнаем, что такое данные, поговорим о видах и типах данных. Итак, обратимся к определению данные. Это набор фактической информации, такой как количество, размеры, описание или наблюдение. Данными могут быть цифры, текст, изображение, аудио, видео, графики, таблицы и шаблоны. В свою очередь, статистические данные – совокупность упорядоченных, классифицированных данных о некотором событии или процессе. И здесь я хочу вам рассказать, что наука статистика охватывает следующие виды статистических данных. Первичные статистические, административные и альтернативные данные. Первичные статистические данные – это данные, полученные или зарегистрированные в статистических формах. Их собирает Бюро национальной статистики самостоятельно в своих формах. А вот сроки, способы и методы сбора первичных статистических данных определяет бюро и для этого ежегодно утверждает план статистических работ. Согласно закону Республики Казахстана, государственной статистике план статистических работ – это годовой план проведения общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений, за исключением национальных переписей, определяющих сроки сбора первичных статистических данных, сроки формирования официальной статистической информации. Данный план формируется в бюро с учетом предложений всех государственных органов. Кстати, вы также можете дать свои предложения через сайт бюро. Мы их обязательно учтем. А теперь поговорим о следующем виде данных. Административных. Это данные, собираемые другими государственными органами. Но чтобы административные данные могли использоваться при производстве официальной статистической информации, бюро выставляет требования к их производителям. И это следующие требования. Применять национальные классификаторы. Согласовывать с бюро формы, предназначенные для сбора административных данных. Согласовывать методики расчета своих показателей. Представлять в бюро административные данные на безвозмездной основе. Таким образом, обеспечивается сопоставимость и качество используемых административных данных. А еще существуют альтернативные данные. Это данные, которые позволяют извлечь полезные сведения в дополнение к первичным статистическим и административным данным. Так, например, в статистике используются данные дистанционного зондирования Земли, фискальные данные, данные от мобильных операторов. И вот уже используя все эти данные, мы получаем статистическую информацию. Иными словами, статистическая информация – это агрегированные данные, полученные в процессе обработки первичных статистических данных или административных данных. Теперь, когда мы знаем, что такое данные, давайте разберем существующие их типы. В зависимости от формата данные можно разделить на две группы – структурированные и не структурированные. Данные, имеющие заранее определенный формат, называются структурированными. Они представляют собой высокоорганизованную, фактическую и точную информацию. И, как правило, они хранятся в реляционных системах управления базами данных и обычно состоят из цифр или текста. Структурированные данные бывают двух типов – количественные и качественные. Количественные – это набор чисел. Здесь цифры имеют математическое значение. Они оценивают количество какой-то характеристики. А вот качественные – это набор информации, который нельзя измерить с помощью чисел. Обычно он состоит из слов субъективных повествований. Следующая группа – неструктурированные, которые не имеют заранее определенной модели данных. Существует широкий спектр форм, которые составляют неструктурированные данные, такие как электронная почта, текстовые файлы, сообщения в социальных сетях, видеоизображения, аудио, данные датчиков, данные зондирования Земли. Их очень трудно анализировать, особенно при помощи традиционных программ, предназначенных для работы со структурированными данными. Чтобы их использовать, необходимо их предварительно обработать с целью интеллектуального анализа. Теперь давайте разберем указанные типы данных на следующем примере. Допустим, вы планируете устроить ребенка в детский сад. Для этого вы собираете необходимые документы – медицинскую справку, фотографию, заполняете заявление. В данном случае фотография и медицинская справка относятся к неструктурированным данным. Данные, внесенные в заявление, к структурированным. А именно данные по возрасту, росту и весу ребенка относятся к количественным данным. По полу и прививкам – качественным. Итак, сегодня мы получили базовое представление о данных, о типах и видах данных, а также изучили понятие статистической информации. На следующем уроке мы поговорим с вами о процессах формирования статистической информации. От сбора до хранения. Оставайтесь с нами, и вы узнаете еще много интересного.